Здарова танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир Танков от Леста Гейм, сегодня у нас на обзоре советская техника тяжелая, двухствольная, да, 8-го левела, акционная тачка 703, вариант 2, она же двухстволка, ранее выпадала из новогодних коробок, а теперь выпадает из коробок Ивента на Марс, вот оттуда она мне собственно и попала, и прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал, а мы с вами начинаем, и начинаем, конечно же, с бронирования, тем более, что здесь есть на что посмотреть Итак, ребята, колледж модель нашего 703, два ствола, ну и давайте глядеть, с корпуса начинаем, да, ага, 193, 184, хорошее ли это броня и ноф-дэк, конечно, ну ладно, передовернулся слишком Пожалуйста, вот от переда уже до 220, и еще чуть-чуть уже до 240, то есть НЛД, в принципе, как для восьмерки тяжелого танка, очень неплохое, такое анти-СТ и анти-ТТ, какие-то там и сыпятые, и шестые, и крайслеры, они у нас обычно, типа, на снаряд даже сюда пробивать, вот так, в такой проекции не будут Касаемо ВЛД, а вот здесь все гораздо интереснее, у нас надгусеничные полки 267, снизу 248, здесь 260, ребята, люк Мехлода 266 Нас сюда, по хорошему счету, даже десятки-девятки, обычным типом снаряда не пробивать, только голдой, вот, а одноклассники будут вообще испытывать проблемы с пробитием нашего ВЛД, и голдой, и обычными снарядами Вот такое вот бронирование корпуса сверху Касаемо башни, у нас она такая полусферическая, приплюснутая, соответственно, справа и слева от маски, вот, пожалуйста, у нас 220, 266, 275 То есть вот тут есть какая-то такая, ну, тут никакая здесь закругление, а именно по центру, поэтому приведенная броня будет самая маленькая, безусловно Но это точка, 220, а здесь уже, кстати, 260 250, вот тут расходится 300, там уже, ну, короче, вот это уже все лютая броня Понятно, вот эти места тоже хрен пробьешь Ну и верхняя планка у нас, 50 мм, фактического бронирования, приедем, 179 По правилу трех калибров, только от 150 мм можно сюда забрасывать Есть лючки 181 и 181, но они маленькие, они не широкие и очень узенькие, в них тяжело попадать, но можно И плюс еще запоминаем, ребят, вот у нас маска орудия, да, давайте мы ее поглядим Ага, 600, 275, сверху там рикошеты, 300, короче, бесполезно А вот, как мы ранее смотрели, кругляковые стволы, а теперь кругляка вокруг двух стволов И между ними 230, то есть раз щель, два щель Но сюда надо еще попасть, а вот сюда уже попроще будет попадать Главное в стволы не зацепить А так-то 230 Теперь боковой бронированный, низу 100, гнутый борт 175 Танкует офигенно от борта, все за счет рикошета приведенной брони Даже вот перекрутили, и все равно не пробивается Щека 270 мы подставляем Пробивать будут только 9-10 лвла на голде Обычного типа снаряда при танковании от борта вас ни один танк не пробьет Вот так вот, вот так вот По поводу пушек Здесь вот две их 122-х миллиметровки С альфой в 390 на обычном и голдовом 530 на фугасе У нас пробитие на основном 221 норм 270 на голде, как для восьмерки, тоже норм 61 на фугасе Заряжается каждый стол 12,5 секунд Долго, да Время КД между выстрелами 5 секунд, тоже долго Время залпа Одна Так, подачи, 3,4, что значит секунды 3,4, зажимаем 3 секунды залп готовится Что тут даже говорить Вот, 0,44, разброс у нас, точность Тяжелый танк, советский, точности никакой И, ребята, некомфортно Время сведения Всего уж 3,5 секунды Это очень долго По полевой модернизации Во втором слоте, во втором блоке точнее Качаем вездеходную ходовую В четвертом блоке Притирку, шерсти наведения Ребята, улучшаем свое сведение Важно, пушка в этом плане никакая В пятом звукоизоляция Тяжелый танк Ну и в шестом блоке Вторым слотом качаем на мобильность По оборудованию рекомендую поставить Значит, закалку Турбину И стаб Я поставил экспериментальное оборудование Соответственно, у меня здесь закалка и турбина А здесь вот, так сказать, система управления огнем Можно так поставить По снарядам основной подкол 1150 летит отлично Голда у нас кумулятивная 820 метров в секунду Это, конечно, медленно А фугасы летят еще медленнее 790 метров в секунду И, честно говоря, танк офигенный Вообще сам по себе Его многие, да и я тоже хвалю Но хотелось бы основным снарядом Здесь видеть не подкалиберный А бронебойный Но, увы, подкалибер, к сожалению По снаряжению Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель Я поставил доп. паёк У нас 5 членов экипажа Перки наблюдаете перед собой в таблице Теперь по плюсам-минусам Мы не будем вот рассматривать все цифры Мне это уже надоело постоянно делать Нечего тут смотреть У нас надо отметить, что на пушке Маленькие УВН и минус 5 И, конечно, ну и советский танк И это будет мешать играть на рельефных картах У нас достаточно медленные снаряды Особенно, ну, голда Подкол еще летит основной хорошо А вот голда Фугасы слабые по скорости Поэтому надо стрелять, естественно, с упреждением Хорошее зато пробитие Хорошая альфа Два ствола Играть в размен от брони Маст хэв Можно еще что отметить По... на турбине Когда играем У нас 42 вперед, 17 назад Менее 15 лошадей на тонну Дельную мощность Это нам говорит о том Что он свою максималку Как бы туговато набирает Но в целом, в принципе, едет неплохо Вот, по обзору У нас 394 метра Стандарт для всех там Тяжи 8-го левела Еще раз, ребята Играем от брони От ВЛД От башни Можно НЛД докрутить Играем в размен ХП У нас его достаточно У нас два ствола Две тычки за одну А иногда за счет брони И ни одной не получаем Поэтому Я уже отправлялся в бой Дайте посмотрим, собственно, два ствола На что способны Поехали Так, господа Обзор боем 703, вариант 2 Двухстволка, советский Акционный танк 8-го левела Из коробок на Марс Выпал данный агрегат Хорошая тачка Хорошая Крепкая Бронированная Ух Так, бой у нас Кройки-восьмерок Честный Так 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 Так, а что-то у нас млех и не поехал, смотри, вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не хватало тебя еще-то. Гаденыш, а, на барабане на своем. Прекратить продвижение! Били, гада. Ведь нас хотел забить. Прекратить продвижение! ВООД- постукали наш тамбур подтягивать хорошо, там вроде бы убили плохо хорошо 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 там где-то каритусит будет четвертый, наверное, в замане в кармане стоит скорей так, амбт вниз идет нам, наверное так, ну сумма 2 500 ребят, еще тычку хотя бы дать до плана было очень даже хорошо ну план почти сделали в 3к еще бы прям уверенно тычечку она бы прям, так сказать, помогла результативность машины увеличить ну жили мы нормально нет, ну броня здесь действительно зачем все, победа нет, ребята 2400 561 2800 2950 сумма сойдет почти план в 3к суммы есть дух столка реально, нереально реально, нереально какая-то технология еще обратная крепкая машина крепкая по броне вопросов вообще прям нету вот по пушке единственное что я даже не знаю вот это вот точность и сведение долгое порой конечно немного мешают нам играть второе место у нас занято но в целом все равно это комфорт два ствола два снаряда да кд между выстрелами достаточно долгое но все равно у вас есть два снаряда вам не надо второй да там дозаряжать в размен хп вообще хорошо играется двух стволов тем более что очень часто вас банально даже не пробьют вы одну или даже две тычки врагу пристроите не получив в ответ ничего и это круто поэтому я по пятибалльной схеме этой тачки поставлю четыре там и два где-то но четыре с плюсом потому что реально классный агрегат вот по оборудованию закалка турбина и стаб самый правильный вариант для этой машины но я поставил все экспериментальные понятно вот если вы со мной по оборудке вдруг не согласны пишите комментарии под видео а я вам говорю до скорых встреч прожимайте лайки всем пока пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре подпиской на канал буквально в казахе о